Подписчики GeForce Now, играйте в Fortnite! Поддерживайте нашего друга Тима Суини! Классные новости, там Activision еще к нам хочет вернуться! У Activision есть League of Legends? Нет. А у подписчиков GeForce Now есть League of Legends! А еще к нам хочет Тик-Ту вернуться, говорит Borderlands 3! А Dota 2 есть? Нет. Вот, а у подписчиков GeForce Now есть Dota 2! А еще Том Ту Говард звонил, говорил Fallout 76 на все готовы, лишь бы взяли! Тот Говард пусть пройдет в Google! Все равно в их сервисе интересных игр меньше, чем волос на голове у руководителя стадии! А у нас интересных игр... Завались! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это очередной разговор про GeForce Now, про стриминговый сервис от компании NVIDIA. У нас недавно был ролик, который вызвал достаточно яркую реакцию и у сообщества, и у представителей NVIDIA, как ни странно. Дело в том, что мы в нем критиковали именно этот сервис позиции, что из него уходят издатели, и, в общем-то, критиковали даже не сам сервис. Критиковали его полезность в связи с тем, что из него уходят крупные издатели, такие как Activision Blizzard, а это значительная доля рынка. Такие как BTS, да все, в Doom Eternal не поиграете. Такие как Take-Two, прости-прощай, 5-й GTA и Red Dead Redemption 2. К сожалению или к счастью, мы оказались в каком-то смысле неправы, потому что связавшиеся с нами представители NVIDIA сказали, что готовы ответить на все наши вопросы, прояснить ситуацию и, в общем-то, объяснить, что сервис не просто хорошо себя чувствует, а чувствует себя великолепно. А исход издателей практически не оказал никакого влияния на то, в какие игры люди в нем играют. И каково уже было наше изумление, когда вот наш начальный этот скетч, занимательный, в котором мы говорили, что типа, ну все, теперь сервис только лишь для того, чтобы играть в Fortnite, оказался практически пророческим. Мы получили список из 10 самых популярных игр в сервисе и внезапно там оказались в основном условно-бесплатные игры. Или популярные игры из Steam, которые стоят очень и очень недорого. В основном это мультиплеерные продукты. Сингловых продуктов там ровно одна штука под названием Третий Ведьмак. И то, Ведьмак Третий взлетел после того, как вышел сериал от Нетфликса, соответственно, интерес людей проснулся, все захотели в него поиграть. Да, как отмечал NVIDIA, до этого к Ведьмаку особого интереса не было. Поэтому стоит сразу отметить, что сервис NVIDIA по какой-то причине, чего не ожидала сама компания, оказался востребован не теми людьми, которые хотят задешево посмотреть на графон, которые хотят увидеть RTX в современных хитах. Нет, по какой-то причине оказалось, что в него любят играть в Танки, Fortnite, League of Legends, Rainbow Six Siege, Rust опять же. То есть смотришь игры, которые старенькие и, мягко говоря, каких-то претензий графики не предъявляют именно к мощности графического процессора. Люди не играют в метро, например, с максимальной графикой, метро Исход, хотя, казалось бы, вроде бы под это сервис затачивался. Нет, они играют в сетевые проекты, ориентированные без того на слабая система. И после этого я такой, блин, как я мог так ошибаться? На самом деле, если мы посмотрим на список самых популярных игр на ПК, именно если отталкиваться от отчетов Супердата, которые показывают, какие самые прибыльные, ну а значит самые популярные игры, в которые люди заносят больше всего денежки. И это оказываются в основном условно бесплатные хиты, такие как Fortnite, League of Legends, World of Tanks и так далее. Соответственно, это игры, в которых люди проводят все свое свободное время. Причем им они уделяют постоянное внимание. В отличие от ААА продуктов, особенно это касается всяких сингловых, которые исходят из разряда «прошел и забыл». То есть, если вы, например, хотели бы, например, если бы Doom Eternal был там, да, то вы бы скачали эту игру, прошли его за несколько вечеров, и, в общем-то, получается, что ценность данного сервиса для вас была бы уже, ну, не такой уж большой, потому что ААА хитов выходит очень мало. Поэтому, собственно, самые популярные игры оказались востребованы именно что и у NVIDIA. И у NVIDIA в связи с этим был такой... Они, конечно, ожидали, что может быть такое развитие событий, но они-то запускали все эти кластеры, исходя из того, что люди хотят посмотреть на RTX. Основное преимущество – посмотрите, вот она, трассировка лучей. Без карты, да. Да, посмотрите, что могут современные видеокарты, а потом, возможно, вы захотите собрать компьютер, вот, для того, чтобы увидеть это у себя без небольших вот этих вот артефактов сжатия. Мне кажется, вот какой логикой руководствуются люди, которые, играя в условно-бесплатные игры, подписываются на GeForce Now. Для них это, по сути, такая вот возможность, они же эти игры играют активно, они в них, скорее всего, донатят. Я уверен, что они в них, в общем-то, вкладывают какие-то суммы денег. И тут приходит Nvidia, говорит, слушай, а вот твой компьютер, допустим, не тянет, ну, не у всех он есть, собственно, для этого GeForce Now запускался. Твой компьютер там, может, у тебя какие-то особенности есть, там еще что-нибудь. Смотри, вот тебе, по сути, премиальная подписка, которая позволит тебе играть в твою любимую игру, ну, со своими особенностями, обусловленными облачным сервисом, но чуть лучше, возможно, чем ты можешь. В комментариях под тем видео было огромное количество людей, которые пользуются своим сервисом, они довольны качеством, то есть картинка хорошая, пинга практически не чувствуется. И я сам говорил, что пинг это вот на уровне, как ты на геймпаде играешь в консоль на телевизоре. Если ты играешь на PC, и тебе нужно минимизировать input lag, то, вот, опять же, это говорит человек, который морщится при виде 30 фпс на консолях, потому что я их вижу, я Final Fantasy 7, когда играл, мне было больно глазам. Вот, в данном случае, то есть я вот эти вот микрозадержки, я их все-таки ощущаю. Поэтому в данный сервис он все-таки позволяет комфортно тебе играть. Да, с чуть большим input lag, чем обычно, но тем не менее, все-таки это не вот этот вот ужас, который показывали пользователи Stadia на первых порах. Подпрыгивает. Да, да, да. Подпрыгивает. Нет, такого даже близко нет, сервис очень хорошо настроен. Далее, к примеру, в Москве люди постоянно туда-сюда переезжают и живут на съемном жилье, да? Соответственно, ты собой вот этот вот весь свой компьютер игровой таскать не будешь. Часто люди отказываются от игровых консолей, и они хотели бы во что-то поиграть, но, увы, к сожалению, вот у них, кроме самого простого допотопного ноутбука от Apple, с собой ничего нет, допустим. И они устанавливают этот сервис и внезапно осознают, что вот этот самый допотопный компьютер, который игр вообще не тянет и для игр вообще не предназначен, внезапно на нем можно играть в огромное количество продуктов. Компания Nvidia уже отмечает, что на данный момент протестировано порядка 600 игр, 1500 игр находятся в очереди на добавлении в этот сервис. Это немало. Это очень немало. Да, они пояснили, что некоторые игры еще недостаточно хорошо оптимизированы, потому что каждое нужно подходить отдельно. Все-таки это процесс требует внимания, это не просто так, что называется, запустил игру и она пошла, нет. Тем не менее, этот процесс идет, постоянно налаживается. Более того, компания Nvidia отмечает, что идут с большим опережением графика, они не ожидали такого наплыва. Они уже дополнительно активируют новые мощности для того, чтобы справиться с наплывом игроков. Опять же, сейчас в режиме изоляции еще больше людей подключается. Опять же, есть бесплатная подписка со своими ограничениями. Там приходится и в очереди постоять, приходится и играть недолго, и не пользоваться RTX, опять же. Ну, опять, где вы этот RTX увидите в Fortnite или в League of Legends, то есть не принципиально, да? Поэтому количество игроков огромное, и по вечерам могут быть очереди. Люди, которые покупают премиальную подписку, в очереди практически не стоят. Ну и, тем не менее, в играх, которые есть в сервисе и в которых можно посмотреть на все эти суперотражения, можно ее спокойно запускать. Далее, по поводу ухода издателей. Очень важный момент, который стоит отметить. Это был уже неофициальный источник. Дело в том, что в тот самый день, когда появился ролик, ко мне пришло несколько писем, в том числе от людей, которые работают в GFN. Ну, просто такие, так дела и обстоят. Но, тем не менее, никакого значимого влияния на сам сервис уход издателей не оказал. Почему так? К примеру, компания Activision Blizzard. Когда они ушли из сервиса, их игры на тот момент занимали 3% игрового времени у игроков. То есть, это практически незаметно. Тогда в Warzone не было еще. Они больше по этому поводу кричали на всяких новостных сайтах и люди, которые никогда этим сервисом не пользовались, чем сами игроки, большинство которых этого не заметили. Тем не менее, 3%, которые играли, например, в Diablo или тот же самый Overwatch, они, конечно же, заметили. Были несколько раздосадованы. Да, но их было немного. Да, было их немного. По какой причине уходят издатели? И тут названы самые банальные причины, о которых мы, в общем-то, делали предположения в предыдущем ролике. Первое. Издатель почему-то решил, что он должен с этого иметь какую-то денежку. Какой из этих издателей? Неизвестно. Дальше они пообещали, что их игра появится в каком-нибудь другом конкурирующем сервисе. Привет, Стадия. Привет, компания BTS, да, очевидно. Вероятно. Вероятно. Опять же, имен названо не было, но в данном случае это хорошо читается. И некоторые из издателей планируют запуск своих аналогичных сервисов. А, Ветя, ты вот вспомнил Стадию. Получается, что Стадия вот в этом, в сложившейся реальности, неожиданной такой вот реальности, которая даже для нас стала сюрпризом, у нее шансов против GeForce на уме. Никакого. 0,0. Проблема в чем? В Стадии отдельные версии игр, которые нужно отдельно поддерживать и развивать. И ладно, и они условно бесплатные. То есть ты все равно можешь получить к ним доступ даже через базовую стадию, когда эта базовая стадия стартует. Никто пока не знает, но тем не менее. В планах у Гугла это все есть. Все равно это отдельные версии. В случае с GeForce Now, играя в Fortnite, League of Legends, World of Tanks, ты играешь в общедоступную базовую версию Fortnite, World of Tanks, League of Legends. Под своим аккаунтом. Под своим аккаунтом. У тебя один аккаунт. Там, конечно, там не нужно мутить с кроссплеем, как в случае со Стадией. Не нужно, по сути, поддерживать еще одну платформу разработчикам. Почему вот эти вот создатели условно бесплатных игр во главе с Epic Games? А Epic Games это сегодня в первую очередь создатели условно бесплатной игры в Fortnite. Выступили, типа, мы за GeForce Now, потому что им выгодно. Они получают доступ к донатерам потенциально. Fortnite в GeForce Now одна из самых популярных игр. Rainbow Six Siege одна из самых популярных игр. Поэтому Ubisoft, мы за GeForce Now. Да, да, да. Нас все очень, нас все устраивает, ребята. Все очень хорошо, всем спасибо, да, да, да. То есть, именно те компании, которые продемонстрировали очень хороший показатель, которые видят, что, вау, да, реально, через этот сервис играет огромное количество людей, это имеет смысл. То есть, мы входим в первую десятку самых популярных игр. Какого хрена мы оттуда будем уходить? Остальные, да, особенно те, которых перекупила в свое время Google на выгодном контракте. Кстати, Take-Two, опять же. Да, Take-Two с Book of Lansom Study. Да, поэтому остальные, да, пока раздумывают, что к чему. Поэтому стадия, к сожалению, уже не конкурент GeForce Now. Просто потому, что те игры, которые представлены, в которые играет огромное количество людей, ради которых они продлевают подписку GeForce Now, к сожалению, в стадии или не представлены, или не будут представлены никогда. Да, именно из-за особенностей данного сервиса. Да, или не могут быть представлены в том виде, в котором нужно пользоваться. Да. Он предлагает GeForce Now, премиальная подписка для условно-бесплатной игры. PlayStation Now оказывается заложниками, опять же, своей собственной концепции. Только наши, типа, суперхиты больше никого не пускаем. Соответственно, долгие, такие вот мультиплеерные игры, которые внезапно оказались востребованы, наиболее у пользователей стриминговых сервисов там не представлены, поэтому прости-прощай. Икс Клауд, в котором, опять же, есть огромное и будет огромное количество всевозможных игр, но пользователям PC, которые хотят поиграть во что-то такое. Ну, на стороне Икс Клауд и PlayStation Now выступает концепция Netflix. То есть ты платишь раз в месяц и получаешь доступ к библиотеке. Проблема-то же в стадии в том, что ты еще и игры должен отдельно брать. Соответственно, PS Now и Икс Клауд могут быть конкурентами, но в данном случае они являются непрямыми конкурентами GeForce Now. Не только потому, что у них концепции разные, а еще и потому, что ради разных игр эти вот сервисы интересны людям. GeForce Now это именно сервис, как оказалось, для условно-бесплатных игр. А Икс Клауд и PlayStation Now, они уже будут именно как сервисы библиотеки, где уже у тебя там будут одиночные проекты. Это интересно на самом деле, как это вот формироваться будет. Да, и в качестве заключения стоит сказать следующее. Компания NVIDIA, вот если поначалу новости, которые шли одна за другой, так, один издатель ушел, второй, третий, некоторые издатели не представлены вовсе. Опять же, стоит вспомнить, что Capcom почему-то там не ночевала, Microsoft сразу там не было. Поэтому было очень негативное такое принятие, опять же, с нашей стороны. Ну зачем теперь нужен этот GeForce Now? Для нас платформа интересна, когда на ней регулярно выходят какие-то новые, свеженькие, желательно, игры, и мы, соответственно, их осваиваем одна за другой. Платформа, на которой эти все новые игры не выходят, мы такие, ну зачем ты нужна такая? Забыли, что есть огромное количество людей, которые регулярно, каждый день заходят, и допустим, вот он на протяжении человек нескольких лет играет в World of Tanks. Нафига ему все вот эти остальные хиты, тем более аудитория World of Tanks, она в основном это так называемые не игроки. Не игроки-игроки, да? Это именно что люди, которые прутся от сейтинга, которые приходят в World of Tanks не с игровых сайтов, опять же, да? А потому что их просто прет во возможность на танке покататься, там в Атрьёде, там все, атмосфера. Или тот же самый Fortnite, когда у человека, тем более, например, у школьников, только представьте себе, да, вот купили ему компьютер для учебы, вот, а папа обхитрил всех, и на самом деле этот компьютер оказался для учебы. Со стройкой, со стройкой, на которой, да, а тут ты можешь за бесплатно, да, есть вот эта вот бесплатная подписка, ты можешь бесплатно поиграть в Fortnite, или в какую-нибудь другую популярную мультиплеерную игру, которая есть. И как показывают данные от самой NVIDIA, огромный интерес проявляют пользователи, аудитория растет, ну, в данном случае это, опять же, связано с, карантином, да, огромное количество людей сидит дома, поэтому еще нужно посмотреть, как дела будут дальше развиваться. Тем не менее, они работают, огромное количество игр на очереди в этот сервис стоит. Если в начале, когда там издатели начали уходить, казалось бы, что этот сервис начнет рассыпаться, то сейчас, по крайней мере, с официальных слов NVIDIA, у сервиса все хорошо. И будущее его отнюдь не такое туманное, как могло показаться раньше. Опять же, как мы уже сказали, условно-бесплатные игры из него никуда не денутся, как минимум, это интересно, но GeForce Now это будет такая платформа для игр-платформ. То есть, вот облачная платформа, благодаря которой будет существовать дополнительная аудитория для популярных, условно-бесплатных мультиплеерных игр. Нам сказали, что продолжают вестись переговоры с издателями, продолжаются попытки их заинтересовать для того, чтобы они вернулись и представили, опять же, свои какие-то игры. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Я очень надеюсь, что данная информация оказалась полезной, потому что мы рады, что с нами связались представители компании, мы рады, что они ответили на наши вопросы. Если вам, на самом деле, интересно почитать распечатку этого диалога, можете пройти по ссылке в описании, там именно что текстовое интервью, и текстовая информация более структурированная, можно ее перепроверить, перепросмотреть. И, если вам данное видео понравилось, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, все, опять же, ссылки в описании. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Патреон, а мы вам за поддержку скажем огромнейшее спасибо. Пока. Пока. Убил видеокарту, осознал, что она не нужна, продал видеокарту. Нет, не так. Убил видеокарту, осознал, что она не нужна, поставил на полочку рядом с фотографией Хуанга, надел кожаную куртку, подписался на Джо Фокс, начал играть. Конечно. Для того, чтобы играть во что? Фортнайт. Фортнайт. Наш дорогой, любимый, действительно. Так, раз, два, три. Донати на золотые патроны. Там, нет, ты что, там вообще по жести. Танки что-то обозлились так, что, ой-ой-ой, каждые новости, это там, мы ввели новую систему монетизации. Нет, вам не понравилось старое, давайте, вот, смотрите. Это же боевой пропуск, по-моему, появился. Замечательно. Хорошо. Ну, а куда же? Главное, вовремя следить за трендами. Все ввели боевой пропуск, и мы ведем боевой пропуск. Белорусы вперде.